Подружки, привет и добро пожаловать на мой канал! Смотрите, как я уже хорошенечко подросла. Сегодня у нас ровно, сколько получается, 15 полных недель. Завтра начинается 16 неделя моей беременности. И в общем, понятное дело, что времени у нас еще много-много. Мы даже с вами не дошли до половины срока, а это 20 недель. То есть 15 это вот как бы еще даже не половина. Но, тем не менее, я задаюсь вопросом организации всех детских вещей. То есть делить вещи, которыми сейчас пользуется РЭМ, которому уже почти 2 года. И вещи, которые остались с его младенческого возраста. И которые мы смогли бы также использовать для малыша второго, когда он родится в сентябре. Спросите, зачем так рано вообще заниматься этими вещами и вообще задаваться этими вопросами. А все потому, что мы уезжаем в Ригу. Летом, где-то, наверное, в первых числах июля мы соберемся и с ребенком уезжаем в Ригу. Там мы проведем большую часть лета и там я останусь до своих родов. Это означает, что пока мы здесь в Санкт-Петербурге, у нас не так много времени для того, чтобы все сорганизовать, все вещи собрать, все заказать, все, что нам нужно. И понять, что мы повезем в первую очередь в Ригу вместе с нами на машине, что привезет потом Арс, что вообще нам понадобится в Риге в первые пару месяцев жизни малыша, что мы потом можем использовать здесь. Короче, очень много всего. И я понимаю, что сейчас уже последние дни марта, то есть получается на этой неделе у нас уже апрель, уже апрель. И в целом до нашего отъезда осталось всего-то сколько получается? Три месяца, наверное. Котенок там с папой. Очевидно, услышал мой голос и решил, что ему сильно надо ко мне. Чуть-чуть, 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 привет. Скажи подружке привет. Скажи подружке привет. Помахай подружкам. Да, скажи подружке привет. Чего? Увидел свою умницу? Ну давай, достану тебе коробку умницы. Больше не сиди, только давай мы достанем тебе зеленый. Кстати, подружки, у нас на этой неделе еще важная вещь. У нас с вами будет два бонусных видеоролика. Обычно видеоролики у нас выходят по понедельникам, то есть сегодня. И по четвергам это тема беременности. Но на этой неделе я решила записать для вас обзоры двух комплектов умницы, которыми мы пользуемся уже пару месяцев. Это интеллект и говорим. То есть это развивающие комплекты, которые помогают развивать этот конкретный интеллект ребенка, а второй его речевой аппарат. Иди сюда, котенок. Иди на коврик этот, давай. Сейчас я тебе открою, и пока мама будет подружкам рассказывать. Иди, вот, смотри, что красиво. Только книжку для мамы я заберу. Давай. Вот, твой любимый комплектик. Короче, пока мама будет рассказывать подругам, что у нас тут с гардеробом твоим, ты играй со своей умницей. Короче, подруги, значит, продолжаю. Суть у нас в чем? Значит, мне нужно, во-первых, разобрать гардероб Рэма. И понять, какие вещи нам нужны, какие вещи мы можем использовать уже сейчас, или какие нужно отложить на потом. И также разобрать его младенческие вещи. Так как энергии у меня в последнее время нет вообще, в гардеробе у нас адский бардак. Ну, первое, что стоит отметить, что здесь наверху до сих пор у меня рождественские декорации, которые я, к сожалению, в силу своего роста метр с кепкой снять не могу. Тут мне нужен Арсен. Потом, что у меня в гардеробе? В гардеробе тут у меня просто полный, полный, полный бардак. Вещи у меня просто неорганизованы. Все тут висит просто абы как. Уже не говоря о том, что у меня здесь уже появляются вещи, которые мы приобретаем к рождению второго малыша. И, следовательно, они вот распихиваются по всему дому. Тут, например, у меня есть коврик для купания манчкин, часть нашей бугабу-донки-три, которая здесь располагается. Потом тут наверху у меня, господи, тут вообще кошмар. Значит, здесь игрушки, которыми Рэм уже не пользуется или еще не пользуется. Какие-то, как, например, пластилин наш, который я убираю, достаю только на время игры. Короче, с этим тоже нужно разобраться. Потом у меня здесь моя подушка для кормления. Тут вещи младенческие я вижу. Потом здесь... Позор-позор, открываю вам, подруги, все. Короче, тут у меня все наши пеленки, одеяло и так далее. Их тоже разберем. Так, дальше здесь также одежда, игрушки и прочее. Потом здесь у меня... О, здесь у меня сумка лумниц. Сейчас я ее достану. А ну-ка, бом! Вот эта сумка, в которой нам приходили наши бортики. Вот эти бортики на кроватку. Вот в таких крутых сумках они их продают. И сумка, конечно же, она осталась в пользование, потому что сюда я положила вот все вещи, которыми мы уже не пользуемся. Потом там еще игрушки остались. Так, и здесь у меня тоже младенческие все вещи. Короче, сейчас буду доставать и будем с вами разбираться, что тут к чему. Так, ну вот, я достала. Слушайте, мне кажется, что здесь так много всего, что сегодня мы, наверное, с вами в лучшем случае разберемся с гардеробом. Игрушки оставим на потом. Короче, давайте посмотрим, что здесь у Рэма в гардеробе. Значит так, свободные наши вешалки я сюда повешу. Так, это жилетка новая, которую мы только-только в Заре купили. Это окей. Это он все носит. Так, потом здесь у нас вот такой вот комплект, который, кстати говоря, я купила в Ватоне. Вот удивительно, с моей, как сказать, вечной тенденцией покупать все не сильно-то дешево, я как-то вот, как не зайду в Ватоню, вечно я что-нибудь на вешалке там да найду. Ну, не могу сказать, конечно же, что там 3 копейки все стоит, но в целом очень классные какие-то штуки для дома. Так, потом комбинезон Зары. Кстати, кто спрашивал меня про комбинезон Зары, кто хотел его покупать и определиться с размером, я сейчас Рэму купила размер 2-3 года. То есть я не стала покупать 18-24 месяца, и подружка моя, которая тоже потом заказала с сайта и один, и другой размер, сказала, что разница не сильно большая. 2-3 просто подтягиваешь вот эти лямки, немного подворот, и все, и он как бы нормально. Поэтому я купила 2-3. Так, это у нас резервт, это он носит-носит. Здесь у нас почему-то посередине висит халат, который вообще непонятно, зачем я купила. Так, эта штука точно маленькая. Этот комбез мы уже не одеваем. Впрочем, как и любые другие комбезы. Так, дальше джинсовка окей, рубашка окей, пальто окей. Это пальто тоже из Зары, эта кофта тоже уже на вырост. Все, с этой одеждой все супер. Надо будет просто ее распределить так, чтобы она логичнее висела. Эти кофты толстовки тоже у нас окей. А, вот этот рюкзак от Элладии мне тоже нужно достать, потому что там у меня шапки, мне нужно понять, какие шапки он будет одевать сейчас, какие шапки зимние нужно убрать. Так, и здесь бардак. Котенок, держи вешалки. Помогай маме, давай, держи. Так, это майка Зара. Она у нас новая, это окей. Так, кашемировый комбинезончик наш тоже окей. Это прям наша любовь. Так, здесь у нас свитер. Так, вот наша, помните, я говорила, что у нас есть бомбер из H&M с капюшоном, который на вырост. Ну, я мерила, пока он чуть большой, но, я надеюсь, весной оденем. Так, здесь у меня кофта. Так, тут это нужно в стирку отправить. Это наши пижамки. Но здесь у меня на самом деле есть подозрение, что это маленькие. Если это Велаурит, это 74 размер. Рэмо, это уже все дело маленькое. Это мы отправляем в пакеты. Так, эти комбинезоны. Здесь у меня есть белый комбез, в котором он спал, когда он спал с открытым окном. Так, здесь у нас комбез белой ласси, которая ему, естественно, тоже мало. Его мы также уберем в пакеты до лучших времен для второго малыша. Так, что еще у меня здесь? Прекрасно колбутки и штанцы. И в целом все. Окей, ладно, это я все распределю потом. Сорганизую так, чтобы это все логично висело. Давайте будем разбираться с вещами вот этими. Тут я знаю, что у меня есть очень много всякого полезного барахлишка. Барахлишка, оно не только одежда, но и там бутылочки и так далее, и так далее. И, кстати, да, подруги, я сегодня прям без косметики за это извиняюсь. Просто кожа у меня сходит с ума. В связи с беременностью у меня она жутко-жутко сухая, обезвоженная. Поэтому сегодня я весь день на масках. И в целом не хочу наносить косметику, просто чтобы она немного отдохнула и как-то немного подышала. Ну да ладно, короче, наша сумка. Давайте смотреть, что у нас в сумке. Ой, мамочки, тут, короче, куча всего. Так, одежду сразу буду откладывать. Эту мы с вами разберем. Одежда, одежда. Ой, наши спальные мешочки. Помните, Рэм, когда был совсем маленький, у нас вот был такой спальный мешок теплый. Потом, очень классный. Это один из моих любимых спальный мешок. Тоже он теплый, но немного более легкий, чем первый. Малыш не спал. Так, здесь у нас одежда. Одежда. Тут, а, это подзор, наверное, на кроватку. Так, еще немного одежды. Еще немного одежды. Одежда, одежда. Какую-то одежду я тут уже не складывала в пакеты. Так, здесь у нас, а, это мамкины всякие вещи. А, здесь у нас тоже одежда и прочие штучки. Потом тоже комбинезончик. Безумно красивый, но также для нас оказался сильно бесполезный. Вот такой вот вязанный комбинезон, который я, ну, как бы одела всего-то пару раз. И не поняла вообще, куда его и зачем. Так, балаклава, окей. Это наши пижамки, пижамки все. И, слушайте, у меня, смотрите, что есть. Помните, я, когда Рэма кормила с бутылочки, у меня собралось огромное просто количество. Вот, смотрите, в каком количестве. Тут штук 8 точно. Вот эти бутылочки от Кому Тому. Я что-то, на самом деле, их сохранила, но я не особо понимаю, что мне с ними делать. Можно их оставлять вообще для второго малыша? Опная мама, напишите мне, пожалуйста. То есть, их нужно выбросить, потому что они уже, ну, как бы, пользованы. Или можно, может быть, соску, например, поменять. Или, ну, как бы, это окей, их оставить и пользоваться. Второй раз они простерилизованы 90 раз. Чистые, понятное дело. Короче, напишите мне в комментарии, можно оставлять старые бутылки или эти все уже в помойку. И для малыша, новорожденного, мы просто покупаем новые. Это очень важный вопрос, потому что я что-то как-то... Автоматом их оставила. Стоят они недешево, но я как-то решила, что окей. Здесь у меня диспенсер для смеси, в которой ты просто заполняешь три отделения. И, в общем, очень легко таким образом распределить, особенно в ночные кормления, сколько смеси тебе нужно на одну порцию. Это классная штука. Вот здесь, смотрите, мои любимые штучки. Помните, ложка, бутылочка, которую очень легко кормить ребенка, когда он начинает свой прикорм. Пюрешки сюда засовываешь, нажимаешь, и из ложечки поступает Нибблер. Еще один Нибблер. Кидзми, по-моему, этот был. А это Бун. Два Нибблера. Ну, в общем, здесь еще у меня прорезыватели в сером, которые были. Коробочки для сосочек. Ну, и какие-то мелочи. Ладно, это я оставлю. Давайте будем разбираться с одеждой. Как вы можете видеть, здесь одежды у нас просто огромное количество, что свидетельствует о том, что когда мать была матерью в первый раз, она была-то не сильно экономной и покупала, господи боже, там чего. Здесь у нас это все 18 месяцев. Да, этот пакет я, наверное, тогда разбирать не буду. Его сразу мы отправляем на потом. В целом мне нужно понять, что вообще оставлять и чем пользоваться мы не будем. Больше те вещи, которые я отдам, 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 может быть, либо в церковь, либо, как мы тут с девчонками, время от времени собираем вещи разные в неблагополучные семьи и отдаем их деткам, у которых вообще ничего нет. И тут, конечно же, нужно просмотреть, в каком состоянии эти вещи и можно ли ими вообще пользоваться повторно. Поэтому это нам сейчас нужно с вами разобрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, подружки, ну что ж, не прошло и двух часов. Я тут плюс-минус разобралась и поняла, что у меня здесь есть. Значит, этот весь ряд – это одежда приблизительно там 6, 12, 18 месяцев. Вот это вот все. Вот это то, что у нас как раз-таки 3 месяца и до 6 месяцев. Тут нужно разобрать. Плюс ко всему здесь спальная история, тут еще свитерки, зимние какие-то вещи, маленькие шапочки и так далее. Потом дальше здесь у меня какие-то тоже висички совсем для маленького, это около 3 месяцев. И то, что Арса мама мне еще отдавала. Вещи, которые Арс, когда маленький был, носил. И также тут я разобралась с шапочками. То, что Рэм сейчас еще может одевать, это вот весенние шапочки от Лум. Это Локичал, по-моему. Это Бэйби или Оки Бэйби, как он там называется. И Виллаурита, наверное, тоже из Мериноса шапочка. То есть эти все шапки еще нам прям в размер. Их мы можем носить. Это наш детский прекрасный рюкзачок Эллади. Так, ладно, это мы оставляем. Что у меня дальше? Здесь у меня целая стопка вещей, которые я отдаю на благотворительность. То есть мамочкам и деткам, которые не могут себе позволить новые вещи. Это все мне нужно перестирать и понять, как мне, кому это все отдать. Я еще проверю вот это вот все. Что-то отсюда я тоже обязательно добавлю в эту стопку. И это тоже я отдам. Потому что, ну, такого количества нам, очевидно, не нужно. Так, что у меня тут получилось для малыша? А, еще здесь у меня есть ванночка Angel Care. Это наша горка, которую мы горячо любим по сей день. Поэтому это та вещь, которую я никуда не отдавала. И ее оставила для второго малыша. К слову говоря, у нас уже приехала еще одна, другая Манчкин. Но их мы будем делить. Одну я оставлю в Санкт-Петербурге, другую я увезу в Ригу. Так, чтобы нам, знаете, сократить вот эти все поездки вот с огромными сумками и кучей вещей, чтобы у меня просто дублировалось. Чтобы у меня все необходимое для ухода за малышом было и в Риге, и в Санкт-Петербурге. Короче, эту красоту я оставляю в Санкт-Петербурге. Это просто одна из лучших горок. Вот Манчкин как раз-таки со вторым малышом будем тестировать. И потом из еще новых вещей. Здесь какое-то время назад я покупала полотенца. Тут они у меня две штуки, наверное. Это H&M. Я могу добавить в стопку, отдать семьям, которые нуждаются. Потому что у нас полотенец еще будет достаточно большое количество от Аланта. И, кстати говоря, вот для второго малыша уже самые-самые первые вещички. Сейчас быстро покажу, что у нас пришло от Аланта. Более детально, конечно же, буду рассказывать уже предметно, когда мы будем собирать чемоданы в Ригу. Но предварительно вот какая красота у нас тут есть. Первым делом это комбинезончики. Что у нас тут имеется? Во-первых, нежнейший хлопок. Все швы наружу. И очень удобно пользоваться для новорожденного малыша. Плюс ко всему, что я просто обожаю, что каждый этот бодик и комбинезончик, он имеет антицарапки уже встроенные. И также ножки, если открыты, их также можно закрыть. И это очень-очень круто. Для новорожденных это дико важно. Потому что Рэм, например, когда родился, он себе просто и старапал все лицо 500 миллионов раз. Поэтому было важно мне эти ручки хотя бы на ночной сон, на дневной сон закрывать, чтобы он себя не царапал и не ранил. Так, потом здесь немного другой бодик, который закрывается здесь сбоку. И ножки уже здесь закрыты. Вот, это крутая штука, которую мне советовали очень многие мамочки, особенно для новорожденного малыша в роддом. Это просто вот такой вот кокон для малышей, которые нуждаются в пеленании, потому что из-за рефлексов не могут спать, и сами себя будет. Но в то же самое время хочется какой-то простой-простой вариант. Ну, когда ты просто расстегиваешь, и то же самое, когда в роддом приходят доктора, малыша осматриваются, они просто расстегивают, быстренько смотрят, очень легко обратно его в этот кокон возвращают. Вот такую вот штуку от Allant тоже я заказала. И мне кажется, она прям классная. К слову говоря, вот эти наши пижамки Love to Dream, они тоже по такому же принципу, немного другие, с разными там степенями по мере роста малыша. Но, короче, я вот с Рэмом, когда я его пеленала, я поняла, что это на самом деле самый лучший вариант пеленания, поскольку обычные стандартные вот такие вот пеленки, когда ты сама пеленаешь, для меня это было сложновато. А те, которые у нас с липучками и прочими какими-то сложными конструкциями, ну, я поняла, что да, они классные, мы ими пользовались, для нас они работали, но когда я попробовала Love to Dream, я поняла, что вот такого плана, ну, как бы, просто облегчи себе жизнь, мать, и все. Так, что у нас тут еще? У нас тут, как они называются, ползунки, наверное, да? Штанишки, штанишки-ползунки. Вот такая вот красота. И еще один комбинезончик. Это, в общем, все для новорожденного. Здесь у меня обычная пеленка. Потом тут у меня слюнявчики. Потом антицарапки еще. И последний здесь у меня чепчик, который на завязочках. Еще я вам уже показывала, здесь у меня есть вот такой вот прекрасный комплект на выписку. Вот здесь у меня шапочка. Потом антицарапки. Бодик с надписью Hello. Добро пожаловать в этот мир. Потом ползунки. Такие красивые. И здесь такая вот распашоночка. Цвет здесь молочный и белые швы. Вот такой вот комплект. Так что я думаю, что как минимум на выписку в роддом мы с вами собраны. И вот такой комплект. Ну, не все, понятное дело. Тут как бы часть останется дома. Но части я обязательно возьму. И еще подумаю, может быть, я дозакажу еще несколько штук вот таких вот коконов. Потому что, вспоминая все ночные и дневные походы в туалет, маленькие детки это делают вначале бы, не знаю, сколько раз, 5-6 раз на дню, то частенько это все дело приходится стирать. Поэтому замена должна быть обязательно. Одно из моих ошибок первого времени материнства, это было, когда я купила вот эти Love to Dream, да и, в принципе, и Swaddle Me, и прочие. Ergo Baby у нас еще были эти пеленки. Когда у меня была одна или две, аварии происходили одна за другой, и все, мне пеленать ребенка не во что. И приходилось бежать в магазин срочным образом. Так что, я думаю, что вот эти штуки я обязательно на прозапас себе еще дозакажу. Ну, вот так вот, подружки, это все у меня выглядит. Пока бардак-бардак. Сейчас я буду все это дело собирать. Буду это все отправлять на стирку. То, что я знаю, что мне нужно будет упаковать с собой в Ригу. Также на стирку все, что я буду отдавать, это тоже я упакую. Ну, и, в общем, так выглядит наш гардероб и организация нашего гардероба. Я надеюсь, что что-то я здесь еще обнаружу, что можно выпросить. С пятнами, что не отстирается и так далее. Потому что, ну, конечно, хранить это все, это просто кошмар кошмарный. В общем, надо от лишних вещей избавляться и нечего их держать. Так, подружки, ну что у меня тут по итогу вышло? Гардероб основной. Здесь вроде все стало немного более понятно. Я убрала те вещи, которые мы уже не одеваем, которые нам не по размеру и так далее. Значит, что у меня получилось? Верхняя часть. Здесь у меня все майки и все худи. То есть, вся верхняя часть одежды малыша. Потом халат отправила в бок. Также здесь аксессуары. Сюда можно и шапки повесить и так далее. И снизу у меня вся теплая и верхняя одежда, которую мы еще носим. Значит, у нас тут первым делом комбинезон. Потом все кардиганы. Комбинезоны теплые. Они, кстати говоря, еще немного будут носиться и отправиться уже второму малышу на хранение. И потом дальше все безрукавки, куртки, кардиганы и более теплые вещи. Понятное дело, что части коляски и там прочие вещи, там коврик и так далее, это все я тоже оставляю. Потому что в квартире мест для них, как бы, сами понимаете, не появилось. Следовательно, они остаются в гардеробе мелкого. Так, наверху что у нас? Значит, из сумки нашей вот этой ушли все игрушки. И там я сложила только одежду. Причем пакетики одежды, которые самые большие размеры, они снизу. И вверх все меньше и меньше размеры. В общем-то, по последовательности их использования они у меня сложены. Потом здесь у меня игрушки, которые мы рассортируем. В следующий раз горка, ну и какие-то прочие мелочи. Ну и вот здесь на нижней полке у меня еще остались игрушки. И на верхней здесь у меня все наши полотенца, пеленки, постельное белье, одеяло и какие-то предметы гигиены. Ну и, конечно же, еще осталось попросить Арса снять рождественские декорации. Ну, как бы красиво, но уж, сами понимаете. Апрель на дворе почти. И все, подружки, остальное я все отправила в стирку. И после стирки просто разложу по местам, где что должно находиться. Пишите в комментариях ваши советы по организации детских вещей. И особенно мамочки с опытом, мамочки погоды, которые сохраняли вещи от старших детей и младших. Пишите все свои лайфхаки, рекомендации, как лучше организовать пространство, как лучше хранить эти вещи, как лучше их складывать. В общем, все, что вы для себя полезно и дельно с опытом получили, пожалуйста, пишите. Мне и другим мамочкам будет сильно-сильно полезно. Ну, а я сегодня с вами прощаюсь. На этом говорю вам доброго дня и увидимся в следующем моем видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok